Это просто внутренняя онлайн-операция вами лично. За что-то снимается, за что-то нет. За внутренний перевод, со счета на счет, не снимается вообще. Если вы переводите с этого счета в банк русский, то здесь русский банк возьмет только за вас. Какой-то процентик, но он реальный. Есть много внутренних операций с карты на карту. Платежная система это нам позволяет делать. Самое важное, что деньги у вас в доступе. В отличие, не всегда русские банки даже такое предоставляют право. Давайте посмотрим дальше. Что же происходит с деньгами, если они работают тоже, а не только мы. Положили вы, например, тысячу и забыли про нее. Придонку на совершеннолетие. Как это было раньше, да? Было же такое. Через 20 лет у вас на счете 128 тысяч. 20 лет. Много, да? Когда умер Высоцкий? Владимир Высоцкий. 1980. Сколько лет прошло? 37 лет. 20 это много? Ну, кому много 20, пожалуйста. 10. С 1000 через 10 лет 9 900. А если за это время вдруг уже не будет этой валюты, евро, к примеру, да? Вот сейчас все время говорят, биткоин, и вдруг все поглотит. Через 20 лет будут только электронные деньги, криптовалюта. Если будет другая валюта за место евро, значит наши деньги будут в другой валюте. Самое важное, что наши деньги не в деньгах хранятся. Они в бизнесе. Мы получаем доход от бизнеса. Бизнес-то по-любому останется. Компания по-любому останутся. А валюта, она только поменяет, может быть, название. И все. Мы ничего не потеряем. Очень важный момент, и еще раз повторю. По поводу законодательства финансового, европейского, оно очень строгое. Продолжение следует...